Антон Чехов. Детвора. Папы, мамы и тети Нади нет дома. Они уехали на Кристины к тому старому офицеру, который ездит на маленькой серой лошади. В ожидании их возвращения Гриша, Аня, Алеша, Соня и кухаркин сын Андрей сидят в столовую за обеденным столом и играют в лото. Говоря по совести, им пора уже спать. Но разве можно уснуть, не узнав от мамы, какой на Кристинах был ребеночек и что подавали за ужином? Стол, освещаемый висячей лампой, пестрит цифрами, ореховой скорлупой, бумажками и стеклышками. Перед каждым из играющих лежат по две карты и по кучке стеклышек для покрышки цифр. Посреди стола белеет блюдечко с пятью копеечными монетами. Возле блюдечка недоеденное яблоко, ножницы и тарелка, в которую приказано класть ореховую скорлупу. Играют дети на деньги. Ставка копейка. Условия. Если кто смошенничает, того немедленно вон. В столовой, кроме играющих, нет никого. Няня Агафья Ивановна сидит внизу в кухне и учит там кухарку кроить. А старший брат Вася, ученик пятого класса, лежит в гостиной на диване и скучает. Играют с азартом. Самый большой азарт написан на лице у Гриши. Это маленький девятилетний мальчик с догола остреженной головой, пухлыми щеками и с жирными, как у негра, губами. Он уже учится в приготовительном классе, а потому считается большим и самым умным. Играет он исключительно из-за денег. Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. Его карие глазки беспокойно и ревниво бегают по картам партнеров. Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженную голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. Вертится он, как на иголках. Выиграв, он с жадностью хватает деньги и тотчас же прячет их в карман. Сестра его, Аня, девочка лет восьми, с острым подбородком и умными блестящими глазами, тоже боится, чтобы кто-нибудь не выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка лет шести, с кудрявой головкой и цветом лица, какой бывает только у очень здоровых детей, у дорогих кукол и на бонбоньерках, играет в лото ради процесса игры. По лицу ее разлито умиление. Кто бы не выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. А Леша, пухлый шаровидный карапузик, пыхтит, сапит и пучит глаза на карты. У него ни корыстолюбие, ни самолюбие. Не гонят из-за стола, не укладывают спать и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочное бестие. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Ему давно уже нужно кое-куда сбегать, но он не выходит из-за стола ни на минуту, боясь, чтобы без него не похитили его стеклышек и копеек. Так как он знает одни только единицы и те числа, которые оканчиваются нулями, то за него покрывает цифры Аня. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей, черномазый болезненный мальчик в ситцевой рубашке и с медным крестиком на груди. Стоит неподвижно и мечтательно глядит на цифры. К выигрышу и к чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию. Сколько на этом свете разных цифр и как это они не перепутаются? Выкрикивают числа все по очереди, кроме Сони и Алеши. Ввиду однообразия чисел, практика выработала много терминов и смехотворных прозвищ. Так, семь у игроков называется кочергой, одиннадцать – палочками, семьдесят семь – Семен Семеновичем, девяносто – дедушкой и так далее. Игра идет бойко. Тридцать два, кричит Гриша, вытаскивая из отцовской шапки желтые цилиндрики. Семнадцать, кочерга, двадцать восемь, сено косим. Аня видит, что Андрей прозевал двадцать восемь. В другое время она указала бы ему на это. Теперь же, когда на блюдечке вместе с копейкой лежит ее самолюбие, она торжествует. Двадцать три, продолжает Гриша. Семен Семенович, девять. Прусак, прусак, вскрикивает Соня, указывая на прусака, бегущего через стол. Ай, не бей его, говорит басом Алеша. У него, может быть, есть дети. Соня провожает глазами прусака и думает о его детях. Какие это должны быть маленькие прусачата? Сорок три, один, продолжает Гриша, страдая от мысли, что у Ани уже две катерны. Шесть. Партия, у меня партия, кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии. Проверить, говорит Гриша с ненавистью, глядя на Соню. На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делают. Долго и тщательно проверяют Соню и, к величайшему сожалению ее партнеров, оказывается, что она не смошенничала. Начинается следующая партия. А что я вчера видела, говорит Аня как бы про себя. Филипп Филиппович заворотил как-то веки, и у него сделались красные глаза, страшные, как у нечистого духа. Я тоже видел, говорит Гриша. Восемь. А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать восемь. Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит. И я умею ушами шевелить. А ну-ка, пошевели. Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение. Всеобщий смех. Нехороший человек этот Филипп Филиппович, вздыхает Соня. Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке. И мне стало так неприлично. Партия, вскрикивает вдруг Гриша, хватая с блюдечка деньги. У меня партия. Проверяйте, если хотите. Кухаркин сын поднимает глаза и бледнеет. Не значит уж больше нельзя играть, шепчет он. Почему? Потому что у меня больше нет денег. Без денег нельзя, говорит Гриша. Андрей на всякий случай еще раз роется в карманах. Не найдя в них ничего, кроме крошек и искусственного карандашика, он кривит рот и начинает страдальчески мигать глазами. Сейчас он заплачет. Я за тебя поставлю, говорит Соня, не вынося его мученического взгляда. Только смотри и отдашь после. Деньги взносятся и игра продолжается. Кажется, где-то звонят, говорит Аня, делая большие глаза. Все перестают играть и, раскрыв рты, глядят в темное окно. За темнотой мелькает отражение лампы. Это послышалось. Ночью только на кладбище звонят, говорит Андрей. А зачем там звонят? Чтоб разбойники в церковь не забрались. Звоны они боятся. А для чего разбойникам в церковь забираться, спрашивает Соня. Известно для чего, стражей поубивать. Проходит минута в молчании. Все переглядываются, вздрагивают и продолжают игру. На этот раз выигрывает Андрей. Он смошенничал, басит ни с того ни с сего Алеша. Врешь, я не смошенничал. Андрей бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу по голове. Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, хлоп Андрея по щеке. Оба дают друг другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов, тоже начинает плакать. И столовая оглашается разноголосым ревом. Но не думайте, что игра от этого кончилась. Не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют. Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив. Недоразумение было. В столовую входит Вася, ученик пятого класса. Вид у него заспанный, разочарованный. Это возмутительно, думает он, глядя, как Гриша ощупывает карман, в котором звякают копейки. Разве можно давать детям деньги? Разве можно позволять им играть в азартные игры? Хорошая педагогия, нечего сказать. Возмутительно. Но дети играют так вкусно, что у него самого появляется охота присоединиться к ним и попытать счастье. Погодите, и я сяду играть, говорит он. Ставь копейку. Сейчас, говорит он, роюсь в карманах. У меня копейки нет, но вот есть рубль. Ставлю рубль. Нет, 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 копейку ставь. Дураки вы. Ведь рубль, во всяком случае, дороже копейки, объясняет гимназист. Кто выиграет, тот мне сдачи даст. Нет, пожалуйста, уходи. Ученик пятого класса пожимает плечами и идет в кухню взять у прислуги мелочи. В кухне не оказывается ни копейки. В таком случае разменяй мне, пристает он к Грише, придя из кухни. Я тебе промен заплачу. Не хочешь? Ну, продай мне за рубль десять копеек. Гриша подозрительно косится на Васю. Не подвох ли это какой-нибудь? Не жульничество ли? Не хочу, говорит он, держась за карман. Вася начинает выходить из себя, брониться, называя игроков болванами и чугунными мозгами. Вася, да я за тебя поставлю, говорит Соня. Садись. Гимназист садится и кладет перед собой две карты. Аня начинает читать числа. Копейку уронил, заявляет вдруг Гриша взволнованным голосом. Постойте. Снимают лампу и лезут под стол искать копейку. Хватают руками плевки, ореховую скорлупу, стукаются головами, но копейки не находят. Начинают искать снова и ищут до тех пор, пока Вася не вырывает из рук Гриши лампу и не ставит ее на место. Гриша продолжает искать в потемках. Но вот, наконец, копейка найдена. Игроки садятся за стол и хотят продолжить игру. Соня спит, заявляет Алеша. Соня, положив кудрявую голову на руки, спит сладко, безмятежно и крепко, словно она уснула час тому назад. Уснула она нечаянно, пока другие искали копейку. Пади, на мамину постель ложись, говорит Аня, уводя ее из столовой. Иди. Ее ведут все курьбой. И через какие-нибудь пять минут мамина постель представляет собой любопытное зрелище. Спит Соня. Возле нее похрапывает Алеша. Положив на их ноги голову, спят Гриша и Аня. Тут же, кстати, заодно примостился и кухаркин сын Андрей. Возле них валяются копейки, потерявшие свою силу впредь до новой игры. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok